Привет, привет, привет всем! Сергей Езовский с вами риэлтор из Аликанде, директор компании SpineTor, Servicios Immobiliar, что означает имя SpineTor и весь сервис в сфере услуг. А это наш новый сайт, который мы уже запустили и сейчас там будет наполнение, будет много интересного и новости об Аликанде и так далее. То есть у нас два сайта сейчас, SpineTor.TV, который будет под видео когда-то только отведет, и SpineTor.ES для того, чтобы все-таки он был в этой зоне ES, Испании. А репортаж наш о чем? О том, друзья, что я сегодня выезжаю на своем прекрасном коне кататься. Недавно я запилил ролик о набережной Буферетте и получил хорошие отзывы. Даже ни один тролль ничего не нагарил мне. И я решил продолжать данный эксперимент. Я много раньше снимал, но те видео уже плохого качества и старые. Ну, раз я катаюсь и сжигаю потихоньку жирок, в то время как другие пьют и едят, значит, я и буду вам продолжать снимать. И сегодня мы с вами прокатимся от города Аликанде в сторону Урбановы. Там сделали новую велосипедную дорожку прямо вдоль трассы, мимо парка Эль Пальмираль и на Урбанову. Заедем на пляжик и посмотрим. Будем молить туда наверх, чтобы не было дождя, потому что с утра какой-то там маленький прогнозик, типа тучки с капелькой. Путь. Дублек. Поедем, красотка, кататься. Давно я тебя поджидал. Вперед. Выходим из нашего офиса. Многие уже знают, где он находится. Закрываем ворота и поехали. До свидания, мой любимый офис. А находимся мы в центре Аликанде. Вот там буквально Плаза де Торрес. 1 ноября. А за бортом ГРАЗа 24. Ништяк. Ну что ж, едем, друзья. Чуть-чуть буду снимать вам. Вот так. Здесь можно ездить по дороге. Мы продвигаемся по направлению к ЖД вокзалу. Но на вас должна быть, естественно, каска. Да? А многие гоняют и без них. Полиция не останавливает. Еще никого за это вроде бы не арестовали. Не видел. Ну, надо быть осторожным. Это же ваша жизнь. Мы проехали по прямой улице буквально тут, может, метров 250-300. И остановились на светофоре. Наш велик чем оборудован, друзья? Здесь есть фонарик, который достался мне от магазина Декатлон. Это я прикрупил сам. А самое важное, если вы по дороге едете, вам все-таки нужны габариты. Я хотел сказать вам. У меня такой есть и еще один горящий. А еще я купил вот такое тоже зеркальце, в которое можно видеть, что кто сзади двигается. Он поворачивается и горит двумя способами. Ночью я могу ездить таким образом, чтобы меня не сбили с левой стороны. То есть, в принципе, я все просчитал. Ну, более-менее. Надо... Только единственное, я не просчитал. Я еще не написал завещание. Блин, вот забыл. Едем. Мы повернули налево от того места, где я закончил предыдущую репортахи. И чуть-чуть спустившись, попадаем к главному железнодорожному вокзалу города Аликанте. Называется Аликанте терминал. Отсюда идут поезда по всей Испании и с пересадками по Европе. А там прямо Плаца Люсерас. Площадь света типа. Ну что, двигаем дальше. Поехали. Город Аликанте. Город древний, город славный. И здесь, конечно, никто никогда не думал о том, что надо делать велосипедные дорожки. Вот я проехал чуть-чуть, буквально перекресток. И появилась первая. Забрали территорию у пешеходов. А там у моря забрали территорию у машин. И сейчас мы посмотрим. Друзья, я сам изучаю, где есть официальные дорожки. На карте они, кажется, не отмечены. И смотрите. Вот она идет, идет линия пошла вниз. К морю. А нет. Ушла та дорожка налево. А здесь нету. Ну, я еду по тротуару. Зато можно не останавливаться на красный свет. Все стоят, а я еду. Ляпота. И вот, други мои, не прошло и полтора километра. Надо посмотреть по карте Google точно. И мы подъехали к повороту. Прямо мы видим порт. Налево, прям рядом, автовокзал. А направо, направо, аллеечка такая аккуратненькая. Все гоняют без проблем по этим аллеям, по пешеходным зонам. Надо быть аккуратней, конечно. Здесь я снимал лет пять назад, как трансвестит. Стоит здесь ночами, и иногда говорят, его видят. И продает свое тело. И мужчинам, и женщинам. Сколько стоит это тело, я не знаю. Кстати, смотрите. Вот прокат великов, пожалуйста. Пожалуйста. А нам туда. О, небушка-то какое сегодня. Красавое. Вот здесь, за этими белыми домиками, трансвестит стоит регулярно. Я его, правда, давно не видел. Как раз за этим углом и ожидает своих клиентов этот красавчик. А нам, друзья, лучше повернуть налево. Видите? Совсем недавно, год-два назад, закончили там. Облагородили слева участок. Там был, типа, пустырь, короче. И сейчас там можно ездить на великах. Люди ходят пешком быстро там. И мы с вами переедем через переход и покатимся по нему. А вот и подтверждение. Дорожка. В одну сторону идет, и туда еще. Видно, нет? Хорошая, новенькая, свежая. И только что по ней проехала бригада. А снимаю я, мои дорогие зрители, для вас специально это утром ранехонько. Ранехонько. В 10 примерно. Чтобы что? Чтобы красивая картинка была. Кино. Все для кино. Потому что солнце вот там. И если я не успею доехать до Урбановы, то в этом случае вы ничего толком не увидите. Потому что солнце будет лупить в глаза. Едем. Мы едем, едем, едем. Далекие края. Хорошо на велике. И могу вам опять повторить, что то, что вам показывает Сережа Изовский, никто никогда не покажет. Для этого надо жить в видео. Смотрите, куда я вас завез. Дорога поворачивает направо, на другую сторону, и там пойдет по парку. А здесь сделали такой маленький парк. Мини-парк. Для отдыха. Типа сесть посидеть. Очень симпатично. Поехали туда. Ездят даже за продуктами. Вот на таких великах. Пересекли дорожку. И уходим. Смотрите. Здесь можно ехать по этой... О! Вот жир, как сжигают люди. Можно ехать по этой дорожке, естественно. А можно медленно перемещаться по поле. Сейчас мы туда свернем. Опа! И мы в раю. Кругом пальмы. Уже припекло мне черепок. Появился пот. Несмотря на то, что я останавливаюсь для съемок. Тепло. Очень тепло. Эту аллею тоже вряд ли вы где-то увидите. Потому как никому не надо это снимать. Только мне. Сумасшедшему велосипедисту. Кстати, вот эти ручки я купил за 5 евро две штуки. В одном из закрывающихся случайно обнаружил магазинчик. Поставил, установил. Так с ними удобно. Просто офигеть. Я их специально вот так закрепил. Это для велосипедистов. Велосипедисты мы. Так. Везде есть съезды. Там слева порт у нас. А мы двигаемся прямо. справа симпатичные дома. В них квартиры стоят по 150 тысяч евро и выше. Обращайтесь за недвижимостью. У нас огромная база. Так как мы состоим в ассоциации испанских агентств недвижимости города Аликанте и провинции. Порядка 50 фирм постоянно прибавляется. Агентств недвижимости. они продают нашу базу нашего агентства а мы продаем их. Сомневаюсь что у кого-то есть более полная база чем у меня сейчас у нашего агентства спонитур сервис инмобилярис. Я захотел пить водичку. А для того чтобы у меня было что пить вот у меня такая фляжка на 0.8 литра. А есть еще одна с собой на 0.5 велик я упаковывал придумывал сам вот эту всякую фигню. у меня здесь все для видеосъемок на самом деле здесь у меня лежат объективы для фотоаппарата с собой в рюкзаке фотоаппарат так как я фотографирую людям очень нравится ну и еще делаю кое-что размещаю там фотки для людей для всего мира на гугли макс это как бы мое хобби второе после видео будем а хорошо а тучки то грозные смотрите белые с черным наверное все-таки где-то будет дождь а здесь можно сделать это видео ускоренным как будто я еду быстро быстро высоты впереди да солнце пока я дойду до урва новой похоже будет светить как раз мне куда ты дорога меня завела где же мы находимся а это район Сан-Габриэль где я тоже продавал и продаю недвижимость и здесь также сделали аллейки улучшили и можно ехать вдоль дороги а можно перемещаться вот по такой красоте вся эта трава можно сказать ненатуральная ну в плане того что везде она подпитывается капельным способом через трубочки подается вода а иначе бы она конечно сгорела зеленью здесь тяжело летом жарковато и соленый морской воздух он какой-то своеобразный он почему-то выжигает растительность вот почему вот откуда я знаю но выжигает буквально отъедет 20 километров от аликанда и там вот почти такая зелень уже в горах ой собачка какая клевая что мы наблюдаем мы наблюдаем по ходу движения детскую площадку в виде ракеты сверху с размещенным на ней вентилятором для получения электричества шутка конечно это просто этот как он называется ну этот флюгер это тоже все Сан-Габриэль и везде здесь есть квартиры а стоят они уже цены поднялись в среднем 150 тысяч евро и выше они с парковками могут быть зачастую с бассейном в урбанизации все это урбанизация так приехали приехали на тупичок из этого тупичка нам надо попасть скорее всего на дорогу здесь канал друзья канал в нем есть рыба посмотрим канал и здесь позаботились о людях сделали все-таки выезд помимо этих ступенек еще есть выезд эх не успел переключиться на пониженную скорость всего в этом велике 9 скоростей он типа полугорный и типа полу полугородской наверное даже больше городской а мне нравится что здесь не бьют эти шишки был у меня горный очень а я дядя старенький и мне яички надо держать в порядке без лишней вибрации гы едем 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 видим это канал канал не канал да нет не канал это тупичок как же он называется он впадает в море смотрите там оттуда заплывает рыбка а мы с вами едем по мостику а направо он кончается как же его назвать нам туда можно было ехать по дороге а мы с вами поехали через эту часть здесь кстати вот я тоже показывал квартиры по 50 тысяч по 60 и продавал я везде по всему городу продавал квартиры за столько лет уже а уж только сдал в аренду так это вообще отдельная песня почему-то у меня свистят передние тормоза прыг-скок хорошо что вот такая ручка есть раз все придется сейчас подключать микрофон с шумопогасителем пришлось купить ради видео ехали к дороге и наблюдаем здесь опять нашу официальную велодорожку пока не буду одевать вроде бы не сдувает сильный микрофон едем по ней как раз сколько людей вперед и меня навстречу едет как раз в направлении парка Пальмираль слева здесь вон эх солнышко это уже ко мне приближается в глаз вот этот переход и опа повезло повезло зеленый свет велику проезд есть спортсмены не то что я в костюме адидас они прям вон в какой форме красивой зато тому кто носит адидас любая девушка даст а им никто не даст вот видите да еду и снимаю пешеходный переход и там пляж пляж сан-габриэля и здесь я продавал квартиры по пятьдесят две тысячи а слева у нас заканчивается грузовой порт вот эта дорожка она совсем свежая ее не было сузили расстояние между автомобильными полосами да в разных движениях и сделали для нас для людей вот такую дорожку да затягивает небушка тучками потихонечку ну зато не жарко подъезжаем мы нет проезда красный свет о как красный свет уже наш мы подъехали к парку Эль Пальмераль здесь тоже люди целыми днями вечерами бегают занимаются спортом посмотрите слева дорожка я по мостику поехал вечером здесь очень красиво по дороге не поеду давайте здесь прошмыгнем в принципе здесь запрещен проезд но я видел неоднократно как ездят на великах но я не буду нарушать потому что у меня и цель другая к тому же я еду на Урбанову на море на море ой ляпота ой ляпота еще один въезд опять запрет можно только инвалидам смотрите красота цветет все ну не все но много люди на лодочках катаются посмотрите боже мой а там водопад ай-яй-яй-яй красота а здесь беседочка и все это бесплатно и иногда меня спрашивают такие шокирующие вещи от которых я просто замолкаю и не знаю что ответить ну типа есть ли остановки там в определенных районах боже мой да все есть вот даже есть телефон все есть в Испании здесь живут десятки десятки лет европейцы они не будут жить на тех местах где нет сервиса и все мы проехали Пальмераль снимать конечно весь километраж нет смысла все здания все строения по ходу движения нет смысла показывать можно посмотреть на карте гобли а то у меня так видео будет два часа так доехали до отеля Ибис здесь иногда останавливались наши знакомые далековато от города Аликанте конечно но дешево пересекли пересекли и опять направо вот такая она эта дорога и к великому сожалению наш путь здесь оканчивается я не попаду к Урбанове здесь скорость 90 километров в час я даже не знаю разрешено ли здесь перемещаться передвигаться не видел здесь велосипедистов поэтому друзья вот так теперь вам понятно куда как далеко идет велосипедная дорожка вот и все друзья с вами был Сережа Изовский и мой конь гортоповский если вам понравилось видео прошу меня отблагодарить не деньгами а поставить лайк я никогда этого не прошу а сейчас прошу я старался я всегда стараюсь ну и все заказывайте недвижимость Сережа Изовский риэлтор великан плюс 34 663 945 750 ждите новых видео чао с... с... и... с... с... Продолжение следует...